дорогие друзья ученики и все кто с нами нас слушают мне задали вопрос я вижу что надо сделать новый выпуск ю тубе и именно структуры видения церкви как поэтапно развивается из чего у нас все состоит и первое которое мы должны всегда смотреть с чего все все начинается все начинается с мест проповедования то есть когда иисус пришел первое что он начал делать он начал формировать места проповедования где была возможность проповедовать иисус проповедовал только с одной целью найти учеников и когда он находил учеников он был следуйте за мной я сделаю вас ловцами человеков и первично о чем мы учим о том чтобы о том чтобы отчет чтобы у человека появились места проповедования первичным что делает пастор первичным что делать иисус первичным что делает его ученики выявляет места проповедований которые через где бог да и открывает дверь для проповедования это может быть много разных дверей это может быть такси это может быть метро это может быть самолет это работа это друзья соседи то есть твои окружение где можно проповедовать вот вот это место проповедование и вместо проповедования поиск только одного ученика для этого у нас в начале вначале заложен малый крест и большой крест то есть суть рассказать почему люди находятся в трудах обременениях и беспокойствах почему людей проблемы если если времени мало то рассказывается малый крест если времени больше это рассказывается большой крест цель здесь заключается только две цели преследуется первое посеять слово мало того и когда я сам проповедую благую весть я сам оживотворяюсь то есть я сам говорю слово о христе потому что чем больше мы сеем иногда слово попадет в каменистую почву иногда она попадет в тернии при одной как говорится нам при дороге но мы ищем тупую почву который попадет плодородную и человек который откликнется откликнется что я хочу больше узнать благую весть то таких людей надо отделять и для них нам проводится уже второй этап идет для них это 10 писем благой вести то есть первый этап суть первого этапа заключается в том чтобы донести человеку почему он в трудах обременениях и беспокойствах почему он не не сможет почему у него все проблемы почему он у него он несчастлив не имеет радости только главное что это рассказывается путь спасения который дал господь потому что все люди все там не знаю политики религиозные лидеры они в начале каждому доносят путь своего спасения и мы проповеду крест мы говорим путь спасения что иисус это решение это бог пришедшего плоти чтобы опять вернуть человека в духовный стиль жизни возродить человек и чтобы человек был счастлив научился пребывать с богом 24 часа в сутка получать его руководство и наслаждаться жизнью вот это первый путь если человек здесь две реакции либо человек открывается и тогда его отделяешь либо человек даже может быть не открылся но ты посел слова слова в божье это оно само произведет работу здесь всегда надо понимать такую вещь чтобы не разочаровываться проповедование осуществляет господь а я должен наслаждаться христом я должен наслаждаться благовестием и как бы моя самая главная задача донести неповрежденное слово в точности донести слово о христе точности донести слово божье вот это моя главная задача если человек не спасся не покаялся и не заинтересовался вас вообще это не должно расстраивать и вы вообще не должны за это переживать вышел сеятель сеять и сеет он сеет слова но если мы видим что человек добрые почвы если мы видим что как вот писание учить нас стучите в дом и где вы найдете допустим эти мир дома сему если будет сын мира сын что значит сын мира это те люди которые достойны того чтобы ты потратил на них свою жизнь потратил на них свое время для того чтобы укоренить утвердить его в благой вести не надо тратить как вот часто большинство верующих делают или вся религия на чем сосредоточено они мечет бисер перед свиньями то есть делают добрые дела там разными вещами пытаются людям помочь проповедует они потом спокойно берут там утираются уходит и плюют им даже христос не нужен им нужно руках господня но и даже не рука господня нужен человек который бы решил их проблемы человек который бы на какой-то промежуток времени заменил их богом поэтому всегда дурно знаете что лучший способ это так серебра и золото у меня нет но что имею то даю что мы можем самое лучше дать для человека это слово божье это христа вот это первый этап он делается независимо где ты можешь где угодно рассказать второй этап а второй этап если человек заинтересовался нужно отделить с ним время один на один это у него дома в кафе может к себе домой пригласить но вы желательно чтобы у вас раз в неделю или два раза в неделю были встречи где вы разъясняете 10 писем благой вести все кто ребята проходили 10 писем благой вести вы все эти вещи знаете да то есть первое когда вы проповедуете крест большой крест вы разъясняете путь спасения в чем как господь дал спасение второе когда вы говорите 10 писем здесь важно чтобы человек понял состояние мира то есть вот первое письмо там говорится почему человек никогда не сможет без христа без бога жить жить счастливо то есть почему всегда он будет в этом станет труды обременение беспокойство и вот он первый урок там 2 урок 3 и 10 урок там от к рассказывается в конце концов чтобы исцелиться почему человек болеет и заканчивается чтобы человеку исцелиться надо исцелить исцелить его дух то что человек был долго чадом дьявола долго чадом дьявола в нем сатана заложил программу духовной смерти и духовного днк чтобы что что человек не не может в априори видеть пути господни и вот это вторая когда человек услышит благовесть какую мы ожидаем реакцию первое что мы ожидаем реакцию если он действительно поймет четко к благовесть то он приложится горнице то есть он начнет посещать домашнюю группу горницу где человек будет изучать дальнейшее как в дальнейшем как развиваться течь в благо вести как исцелиться духовно как среди свой дух чтобы потом если из душа и исцелил силы и человек действительно перешел из шести состояний верующих всем благословения вот от второй реакции мы ждем от того что человек уже приложится приложится к церкви приложится дома домашней группе или горнице третий этап это когда человек уже приложился горнице мы знаем люди которые в горнице они знают что из храма вытекает река исцеления река жизни это слово которое бог дает церкви которые направлено для того чтобы человек вошел в течение церкви и прикрепился церкви и первое что на горнице надо всегда делать это взяв кафедральное слово служитель горнице он может его прослушать вместе с ними же с людьми ну как бы кто пришел на горницу может вкратце пересказать но самое главное потратить 30 40 там час времени на форум то есть что такое форум форум это мы должны знать что когда слово выходит с кафедры она приходит прежде всего работать в пяти сферах нашей жизни первое это оно должно оживотворить меня исцелить меня то есть реформировать мое мышление мое сознание я беру это слово и я сам этим словом начинаю жить смотреть как это слово будет менять меня и должно изменить меня мое поведение и когда я же утворяюсь я это слово употребляю в взаимоотношениях со своими верующими людьми в церкви своей семье в своем окружении и на своем рабочем месте вот эти пять вещей 5 и этот форум привести как это слово использовать в пяти сферах и что очень важно чтобы человек понял потому что иногда люди послушают кафедральное слово и не знают как это слово должно работать в них и во всех сферах этой жизни и суть вообще горницы это четко донести кафедральное слово чтобы люди поняли как слово употреблять практично вот это вот очень важно практично в жизни чтобы быть в одном теле то есть христос голова церкви пастор это если откровение 12 посмотрите это ангел божий который слуга церкви который уста христа доносит волю христа и люди как тело христова даже вместе взяться и вместе пойти в одном течении вот это третий пункт также в горнице лидер горницы должен смотреть на следующее еще что для чего горница человек который посещает на горнице если он хочет пройти внутреннее духовное воспитание ученичество то есть уже разобраться с внутренними проблемами потому что он понял благою весть второе он понял в чем находится состояние мира третье через горницу начинает понимать течение слова и четвертый пункт обучения четвертый пункт обучения это когда мы начинаем работать внутри человека то есть выявляем те корни греховные корни которые дьявол заложил человеком они бывают разные у кого-то это обида у кого-то кто-то спыльчивый кто-то алчный кто-то подавлены у кого-то какие-то комплексы то есть кто-то ищет славы то есть у каждого человека есть вот эти внутренние корни через которые дьявол может разрушить его жизнь и вот если он принял христа то следующим надо заниматься внутренним исцелением и вот внутреннее исцеление она проводится или в один на один лично она не проводится просто послушать потому что она проводится индивидуально с человеком либо через skype либо через видео вот это служение а лучше всего встречи там мы конечно делаем тест человека тестирование чтобы выявить его внутреннее состояние взгляды то есть у нас есть тест какие почему у человека не получается взаимоотношение с людьми и как он смотрит на мир и дальше идут у нас там несколько уроков которые выявляют внутреннюю сущность человека и вот и тогда получается следующий результат первое человек начинает понимать течение слова и внутри исцелён он становится изнутри исцелённый то есть он может уже превзойти те обстоятельства которые есть в его жизни вот этот следующий четвертый этап и и результат который мы ждём так как люди в церкви делятся на четыре категории неверующие которые еще не знают божий план спасения колеблющиеся которые внутри еще не исцелённые у них нет силы жить со христом и жить по воле божией верные это которые уже получили внутреннее исцеление и через внутреннее исцеление мы ищем четвертый тип людей это называется предназначенные или лидеры которые станут в дальнейшем лидеры горниц и вот идет следующий пятый пятый пункт это когда вот уже идет обучение лидера горницы как понимать тестирование людей как совершать течение слова проповедование как вести горницу как вести течение слова и как служить человеку чтобы внутри его исцелить вот вот это пятый пункт на это тоже уходит определенное время но в итоге человек уже начинает четко понимать он четко умеет проповедовать он умеет знать течение слова и он знает как внутри с человеком работать и результат который мы ждем от этого идет это уже когда человек становится лидером горницы и уже квалифицированного специалиста на все это вот это первый этап на все это должно уйти ну года два зависимости от человека зависимости от его способности вот вот принципе это первый этап видение церкви поэтапный план как дальше двигаться дальше будет второй этап и я потом уже позже расскажу хотелось бы чтобы все кто слушает зарегистрировались обязательно в ю тубе обязательно ставьте лайки обязательно делайте комментарии чтобы это тоже пассивная евангелизация те люди которые сосредоточены на благовестии хотят больше узнать они могут через наши лайки через через наши трансляции больше узнать пишите в фейсбук пишите в мессенджер пишите в контактах пишите в ю тубе вопросы очень хорошо если вы будете другие трансляции которые в ю тубе есть поставите там лайки и тоже напишите потому что есть и другие хорошие видео ну и соответственно всегда понимаете что каждое слово оно должно быть благословением для вас и для служащего вам поэтому и давай делайте ваше пожертвование пусть бог благословит вас всего доброго до свидания спасибо